Друзья, всем привет! Мы приехали к Алексею, к супер-мега-сварщикам. Привет! Очень рад видеть тебя. Взаимно. Сегодня у нас выпуск не один. Сегодня у нас будет целая серия выпусков, их будет три. Почему так сделали? Потому что они и так будут большие, поверьте. Но они будут мега-классные, информативные. Для тех, кто хочет научиться сваривать детали, это прям мега-выпуски. Их обязательно нужно будет посмотреть. В первом выпуске теория на словах и плюс практика. Будет полуавтомат и ММА. Во втором выпуске будет самый, наверное, тяжелый выпуск. Второй, такой именно эмоционально нагруженный, такой грузный. Много информации. Это про ТИГ-сварку. ТИГ-сварка с нержавейкой там будет. Там максимум практики. И третий выпуск мы разделили, добавили уже отдельно. Это ТИГ-сварка, но с алюминием. Все, вроде ничего не упустил, да? Вроде бы ничего не упустил. Все. Да, все, не будем тянуть. Поехали. Какие же могут быть ошибки у начинающего специалиста, кто купил сварочный аппарат и начинает сваривать калитку, забор? Ну, в большинстве случаев для этого аппарата покупают. Можно выставить силу сварочного тока слишком маленькую или большую. На этом аппарате одна крутилка. Тут нету горячего старта и нету заварки кратера. Поэтому здесь особо ошибаться-то и не получится. В большинстве случаев просто не получается нормально подобрать электроды. Электроды есть различные. Электроды есть как крутиловые, так основные, так и смешанные и целлюлозные. Но в большинстве случаев все сваривают крутиловыми электродами. Либо основными, когда что-то ответственное. Хороший, уважающий себя производитель пишет на электродах силу сварочного тока и пространственное положение. Если основное покрытие здесь показано, при какой температуре нужно их прокалить перед сваркой, сколько времени, а также силу сварочного тока в нижнем положении, в вертикальном, в горизонтальном и в зависимости от диаметра электрода указана рекомендуемая сила сварочного тока. И также указано, в каком пространственном положении можно сваривать этими электродами. Если мы свариваем в горизонте, это образно 50 ампер, а когда вертикал убавляем до 30, если в нижнем положении 70 ставим. Поэтому обязательно смотрите на пачку, там все написано, и где можно применять данные электроды, и на какой полярности они работают. Потому что можно поставить прямую и обратную полярность. Сейчас у нас стоит держак идет на плюс, это обратная. Если держак будет на минусе, то есть мы меняем его. Масса идет у нас на плюс, а держак идет на минус. Это прямая полярность. До этого была обратная. В чем же отличие, когда у нас на держаке минус, у нас розжиг идет с металла. И в некоторых случаях попроще вот как раз сваривать тонкий металл. Если у нас будет на плюс на держаке, у нас розжиг начинается с электрода, и металл быстрее прогревается, и пятно там больше. Сварочная ванна шире, и управлять ей будет тяжеловат. Тонкий металл рекомендуется сваривать на прямой, а что-то более серьезное на обратной. Ну а так вообще действуйте по ситуации. Еще бывает такая проблема, что на сварочном аппарате не отключается горячий старт. И в некоторых случаях это даже хуже. Специалист с этим справится, но если вы до этого не сваривали, у вас не получится заварить тонкий металл. Потому что всегда будет вначале повышенный сварочный ток. Вы поставили 40, он вам там образно выдаст 60 или 70, чтобы электрод лучше разжегся. И вы будете прожигать металл, и у вас будет ничего не получаться. Поэтому следите, чтобы эта функция отключалась у сварочного аппарата. В дальнейшем, конечно, вы станете специалистом и сможете справляться с этой бедой. Проблем уже не будет столько, как в начале вашего пути. Еще частая проблема, когда вы покупаете сварочный аппарат, там самый минимальный набор идет, и держак не соответствует тому, что от него требуется. Рекомендую поменять его, заказать отдельно, посмотреть отзывы и брать, чтобы он был надежный. Моему держаку уже два года, и все держится добротно. И самое главное, его удобно держать в руке. В идеале, да, чтобы его, конечно, сначала протестировать. Удобно вам, неудобно, потому что по весу это очень тяжело, не для каждого зайдет. А можно купить вот подешевле, и это все будет вот так вот болтаться. Это все здесь будет нагреваться, это будет неудобно, и вы не будете получать удовольствие от сварки. Важный момент. Подобрать себе держак. Смотри, нужно, ты ее зажигаешь как спичку. Думаю, вначале себе помогает. Далеко, почему ванна так? Ты видишь, я прям упираюсь электродом. Я не держу ее так, я не держу. То есть вот, я ее... То есть вот, стоит с тобой, да, вот я просто поднимаю, упираешься, и все будет гореть. Сейчас все будет. Да. Вот. И поджимаю на него. Вот, отлично. Ну, так широко. Да это пока вообще не заморачивается. Широко, потому что долго стоять на месте, нужно чуть-чуть ускориться. Плюс ко всему, можешь чуть-чуть развернуть. Вот, да, вот так. Ну, почему же все равно кто тут? Широкий шов получился. То есть... А, ну, блять. Ну, знаешь, вот длинная ванна почему-то. Или это нормально? Нормальная, нормальная ванна. Ты угол меняй тоже. Не нужно здесь как на тиге, как на полуавтомате. Давай, лёг. Старайся в таком или в таком положении. Здесь меняется у тебя, куда будет шов смотреть. Если сюда-сюда будет больше, сюда-сюда. Старайся ровно держать, да? Вот примерно вот в таком положении. Ну, вот смотри, раз, и все пошло. По настройкам, по факту, тут сварочный ток настраивается. Да. Больше, по-моему, настраивается. Но мы поставим. Он так и будет. Так и будет, да? Он даже не будет загораться. Ну, давай на максимум. Гулять, так гулять, да? Ну, да. Казалось бы, должно быть проще дубу держать. Но он быстро горит, на него нужно давить. Да. И он прожигает. Прям дырка сразу. Дырка, дырка сразу. По поводу обратной полярности. Если мы сейчас поменяем, а электроды не предназначены для этого. Тогда мы не будем гореть. Вот написано, ток АСДЦ, видишь? И ток разный, и плюс-минус написано. Да, так что все нормально. АСДЦ. То есть, может быть и ток АСДЦ, и плюс-минус еще. Да. Прямая и обратная полярность. Сейчас мы ставим нормальное значение для сварки. Я думаю, где-то 43-44. Глаза. Вау. Вот смотри, во время сварки я сейчас буду тебе убавлять сварочный ток. Да. Это я тебе убавил. Ну, непонятно. Смотри, когда у нас образовывается вот такая вот юбка, мы обламываем. Ее и варим. А сейчас я тебе буду поднимать ток. Все, я тут дело уже все закончил. Он вот почему-то заканчивает все это дело. Да, на 100 амперах он не хочет варить. Да. Ну, дырка будет, понятно. Полярность поменяем. У нас будет рожек либо с электрода, либо рожек будет у нас с металла. Если у нас будет плюс на металле, он будет отсюда. Шов будет уже. И это лучше сваривать что-то тонкое. Если у нас плюс будет на электроде, у нас будет отсюда разжигаться. Сейчас мы с тобой варили на прямой. Выпустишь? Поменяем. Не-не-не, нормально. Прям так поменяемся. Теперь обратно. О! Ага. То есть дуга пошла по-другому. Да. То есть не электрод взрывается, а... И там тоже видно. А, нет, сейчас с электрода. Сейчас с электрода? Да, сейчас с электрода. Ну-ка, дай-ка. Ну, только хотел сказать проще зажигать. Сглазил сам себя внутри. Ток примерно тот же самый. Так, и я прожигаю. Ну, вот как это было. Почему я прожег? Ну, потому что вот поменялась у тебя полярность. То есть сейчас как раз на толстый метал рассчитан? Да. А, все понятно. Нет, если... Смотри. Если подобрать скорость... Ну, понятно, что он, да, не будет гореть в глазах. Ну, все равно видно, проваливается прям сильно. Плюс на держак, когда... Что-то толстое свариваем. Минус, когда тонкое. Да. Все. Обратная полярность, это когда? Обратная, когда у нас плюс на держаке. Все. Прямая полярность. Вот, смотри, мы сейчас с тобой сваривали на 43. Меняем. Вообще что-то поменяется. Может сейчас тоже будет все прогорать. И ставим прямую. То есть сварочный ток не меняем, просто поменяли полярность. Да. Да. Глаза все равно. Вот почему-то разжечь. Не забывай поджимать электрод. Ты знаешь, я пытаюсь специально прожечь. А, я думал, что-то по-другому. Я пытался специально прожечь, у меня не получилось. Тот же самый ток. Наглядно. Вот, ребят. 43 ампера. Да. И это 43. Да. Только здесь я не старался прожигать, а старался просто варить. А здесь я старался прожечь. А это не ЛБ-52? Нет, это не они. Как будто стеклянные. А про то, как варить сверху, снизу, мы эти примеры рассматривали в видосе, которые мы вообще, что такое, если вы его не видели, кстати, этот видос, то посмотрите обязательно, ссылка в описании будет, что такое вообще ММА, что такое ТИК, что такое МИГ и так далее. У нас есть отдельный видос, там без настроек, но... Тоже познавательно. Очень познавательно, да. Так что смотрите, проходите. Переходим к настройке полуавтомата. Какие могут здесь быть ошибки и куда стоит обращать внимание. Запускаем аппарат. У непрофессиональных полуавтоматов есть индуктивность. Метр минуты. Подача проволоки. Либо в амперах. Либо... Сколько метров выходит. И напряжение. Минимальное значение. И максимальное значение. Также у аппарата можно настроить два такта, четыре такта. Либо вы будете кнопку держать, либо вы будете кнопку не держать. И на нем еще есть переключение на электротуговую сварку. И уже отображается все в амперах. Если мы крутим индуктивность, у нас сварочная ванна становится либо уже, либо шире. Все зависит от того, какой у вас выход напряжения в гараже. Либо это на даче где-то вы свариваете. Ну, опять же, в гараже, либо на производстве. Это настраивается все по месту. Каких-то четких значений, точных значений нет. Метр минуты ток у нас отвечает за подачу проволоки. С какой скоростью будет выходить из горелки. Если мы поставим ее больше, то у нас будет слишком много сварочного шва, и он будет просто наплыв. И провара, сплавления никакого не будет. Если мы поставим мало, у нас проволока будет обгорать, и она может прилипнуть к наконечнику. И тогда вы будете их часто менять. И сварочный процесс будет не совсем комфортный и удобный. А вольтаж – это напряжение на проволоке. Если мы ставим его больше, у нас начинает греться сильно металл. Вот, чтобы было вообще понятно. Если ставим мало, у нас проволока подогревается не совсем сильно, и она постоянно бьется в сварочную ванну, и проволока идет такой прям затык. Ее не расплавляет. Если мы свариваем омедненной проволокой, у нас идет масса на минус. А если мы свариваем порошковой, меняем клеммы, и свариваем порошковой. Бывают ошибки, ребят подключают не так разъемы, и не получается ничего сварить. Поэтому попробуйте поменять. Может быть, в этом проблема. Расходные материалы для полуавтомата. Они часто летят и приходят в негодность. Это сопла. Они есть различного диаметра и под свои задачи. Также наконечники и диффузоры. Все это меняется. Не переживайте, не бойтесь. Как-то у вас что-то сломалось, либо заварилось. В большинстве случаев вот здесь приваривается все. Это все можно заменить. И рекомендую купить вот такие вот кусачки для полуавтомата специально. Это чтобы снимать сопло. И когда у вас сопло забивается, здесь есть специально... как специальное место, не место. И вычистите сопло от брызг и искр. Потому что сопло иногда забивается, и газ не проходит, защита плохая. И вообще это может все привариться к сварочному шу, и потом это все придется счищать. Ну, брак одним словом. Поэтому не нужно делать брак. Чтобы меньше прилипали брызги к соплу, используйте различные спреи для защиты сопла, либо пасты. Я в большинстве случаев использую пасту. Мне это нравится. Больше, чем спрей. Спрей как-то течет, попадает в сварочную ванну. Ну, конечно, на любителя. Все элементарно. Взяли спрей. И все готово. В большинстве случаев используют либо сварочную смесь, либо углекислоту. Углекислоту используют на тонком металле, но там много искр. А сварочную смесь, если вы хотите более чистый сварочный шов и околошовную зону, тогда используйте сварочную смесь. Я использую сварочную смесь и свариваю и тонкий металл, и толстый металл. Справляюсь. Попробуйте где-то поварить и углекислотой, и сварочной смесью, и принять решение, что вам проще и где вам легче. Как же выставить расход газа? Можно выставить по диаметру сопла. Если здесь 12-15, то ставим 15 литров. Литраж отображается у нас на ротометре. Выставляем. Вот, 15 литров. Ну, меньше 12 вставить нет смысла. Ну, и если будет слишком много, тогда это тоже не совсем хорошо. У вас будет сдувать дугу, у вас будет слишком много газа. Он будет вам мешать. Смотри, по поводу куда везти как. Так могу? Туда. Если так, то туда? Нет. Есть углом вперед и углом назад. То есть, когда мы углом вперед и углом назад. Разница в том, что когда мы ведем углом назад, у нас образно всегда подогревается сварочный шов. Когда углом вперед, у нас подогревается металл, проплавление лучше. Это вот что-то потолще варит. Сейчас как лучше? Сейчас лучше углом вперед. Попробуй для себя. Сейчас можно уже? Да, да, да. Я вот здесь держать могу? Да. Положить можно? Смотри. Лучше взяться вот так. Взять, упиреть и вот. Вести. Так, да? Да. То есть, не упираться же нельзя. Не упираться. Все? Глаза? Да? Да, да, да. Ну, плюс-минус видно. Сейчас как настроим? Более-менее нормально. Только не беги вперед. Ага. И угол не заваливает слишком сильно. Ага. Понятно. Еще один шовчик и пробуем. Так не надо, да? Вот так, нормально? Вот так. Все? В глаза? Давай. Вот этот угол поменял. Да. Пролоку лучше откусывать. Только единственное, вот здесь у меня почему-то раскунулось. Чуть-чуть дольше ты стоял на месте. А, и она начала проплавляться. Да, проплавляться. И медленнее достал. То есть, здесь я быстро вел, а здесь начал, вот здесь медленнее. А вот, где-то здесь у тебя все хорошо получилось. Попробуй теперь углом назад. Это где? Вот здесь? Вот в этом месте. Вот в этом месте. Углом назад? Да. Так, расплываете или нормально? Нормально. Полуавтоматом проще, чем Тик, говори. Нам надо. Да? Конечно. Мне кажется, самое сложное, это электровоговая сварка, потом аргон и третий, это полуавтомат. ММА сложное, самое Тик среднее, хотя для меня в плане информации и прочего самое, наверное, это Тик. Когда разберешься, это... И самая простая, это полуавтомат. Ладно, давай разберем ситуацию. Сейчас у нас нормально все было. Теперь разбираем ситуацию, когда ненормально. Давай начнем с индукции. Индукцию выкручиваем в минус. Значения остаются такие же. Ты свариваешь. Мы смотрим, что получается. Так, индукция. В ноль. Глаза? Минимум, минимум. Индукция минимум. Все, глаза. По ощущениям, брызги больше, нет? Теперь индукция в максимум. И шов высокий. Откусить надо? Глаза? Давай. Так, ощущения есть. В первом случае шов высокий, провар, скорее всего, так себе. Во втором случае провалилось все, и шов шире. Всего лишь поменяли индукцию. Ну, правильно так должно было быть? Да. Скорость была динамка. Регулируем, чтобы у нас и провар был нормальный, и шов невысокий, валик. Это регулируется индукцией. Огонь. Это не прямо, но точно, что индукция поможет это решить. Но это один из факторов. Потому что мы сейчас можем с тобой метр-минута накрутить, и у нас шов тоже поднимется. Можем накрутить вольтаж, начнет проваливаться. То есть, ну, на тех же показаниях будет вот так. Теперь мы индукцию, ну, давай сейчас настроим ее нормально. Это нормально, это сколько? Ну, нормально, это вот нужно все вот. Не, нормально, это нужно смотреть от того места, где находимся. Понятно. Потому что напряжение в сети разное. Здесь такое. То есть, по шоу-усмотрим. Да, да. Аппараты тоже разные. Понятно. По шоу-усмотрим, чтобы не сильно высокий, не сильно проваливался. Правильно? Нужно попробовать поварить. Слышишь такой треск? Да. Хороший получается. Треск хороший получается, и шов нормальный. Ток. Убираем в минимум. Ток на минимум. Глаза. Блин. Ну, ничего хорошего. Пробу как. Нажать? Да. И теперь на максимум. Глаза! Я сильно долго не буду делать. Это я уже знаю. Все. Не прокатит. Да, да. Это фейерверк. На минимум у нас получается, он плавится. К наконечнику получается, да, проволоку. Он плавится и не успевает выйти туда, а когда на максимум, он даже не успевает дотрагиваться. Получается, ее слишком много. Проволока постоянно бьется в сварочную ванну, и она вот летит в разные стороны. Избыток проволоки. Когда мало, да, она прям сюда горит возле наконечника, и можно их менять сейчас. Ага. Так. Сколько? 76. Тут можно показать, конечно. Было. Когда медленно, это когда очень быстро. Ну, по факту, так более-менее, но дальше фигням получилось. Это просто на полсантиметра. А теперь у нас идет напряжение. Монтаж. Напряжение в минус, да? Угу. Глаза. Так, хорош. Ребята, идите сюда. Вот это, да. У меня, короче, куски проволоки, они просто отваливались, и отскакивали. Вот, это все сейчас из-за того, что у нас напряжение в минимум. У нас недостаточно разогревается проволока, и она не прогревает нормально металл. То есть, в этом нету сплавления. Мы просто, как сказаться, накидываем его. Отваливается. Это бессмысленная работа. Понятно. Бессмысленная работа. Ну что, теперь максимум. Вот максимум напряжения я что-то не пробовал. Максимум сейчас должно получиться следующее. Проволока должна возле наконечника тоже обгорать. Ага. Не успевать даже, да? Да. Она, наверное, слишком горячая будет. Такое ощущение, как будто ты ток на всю рыбу похож. Ничего хорошего. Все какое-то. У нас проволока должна не касаться сварочной ванны. А начинать появляться дуга, ну, наверное, 5-6 миллиметров. Ну да, как в нормальном положении. Если она слишком близко и бьется постоянно в сварочную ванну, видите, брызги летят, они прям горячие, это много проволоки. Если начинается вот такое вот дело, это слишком большое напряжение. Намного проще все прям. А если газа не будет? А если газа не будет? Если газа не будет. Ты будешь варить, и я тебе прям его перекрою. Давай. Нет газа, нет сварки. Вот так все. Без газа не будет вообще ничего. Полуавтомат без газа только с флюсовой проволокой. С фурошковой. Не то на обратной полярности. Да, с газом, конечно, намного приятнее. Чем с флюсовой проволокой, тем более, чем без газа. Огонь. Вот такая вот разница. Продолжение следует.